Война против НАТО Демилитаризация российской армии проходит успешно и по плану, пишет военный эксперт Александр Коваленко. В открытых источниках было опубликовано фото российского ЗРПК «Панцирь С-1» в очень необычном камуфляже. Дело в том, что это комплекс из иракского контракта, предназначенный для вооруженных сил Ирака. То есть Россия сейчас срывает экспортные обязательства из-за нехватки ЗРПК в зоне боевых действий. Лишнее доказательство серьезных потерь комплексов малого радиуса действий у российской оккупационной группировки. В связи с чем, стоит отметить, воздушное пространство самой России сейчас как решето для малоразмерных объектов. Наше ПВО лучше в мире. Оно глубоко эшелонировано. С земли ударные звенья боевых вертолетов и их воздушного проводника прикрывают панцири, которые контролируют всю воздушную обстановку и точно знают, свой в небе или чужой. Кстати, могу сказать, вот этот удар по Энгельсу – это очередная проверка решимости. Беспилотник там вот этот. Да, не беспилотник, это уже крылатая ракета. Это стриж. Да, стриж, а это уже крылатая ракета. Я официальных комментариев Министерства обороны пока не видел, поэтому давайте мы... Нет, я уже... Есть специальное, что она прилетела, ударила, все, отбили. А он говорит, что было понимание, чтобы было понимание. Ужар был нанесен стрижом. А что такое стриж? Это не маленький беспилотник. Ваша осведомленность, Андрей Владимирович, наводит нас на всякие подозрения. Да, не надо подозревать. Значит, поймите, что такое стриж, который дошел до Энгельса. Это бандура длиной 8,6 метра. С рахматом крыла 2,4 метра. И весом 1230 килограмм. Не 1200, 500 тонн. Нет, ну это с нагрузкой с полной, ты имеешь в виду. Ну, естественно, он так и полетел. Вот, так полетел. Вот, и спокойно эта бандура пролетела 700 километров по прямой и ударила по... Не по прямой. Не в первый раз. Ну, практически по прямой. Ты знаешь, как она пошла. Согибавь, а согибавь не в зону ПВО. А вы знаете, как она пошла, да, Андрей Владимирович? Как же она пошла? Ой, господи. Из северного Казахстана? Нет, из северного Казахстана это вы увидите скоро. Из северного Казахстана дроны будут. А, ой, бесказали уже. Украина вдруг оказалась никому не нужна. Ни Европе, ни Штатам. Нужна ли Россия? Конечно, родные. Но насильно мил не будешь. Пока так. Вот и болтливая Скобеева в прямом эфире назвала войну войной, признав истощение российского государства, фактически подтвердив дальнейшую бессмысленность проведения спецабосрации. Все мы, люди взрослые, прекрасно понимаем, как ни крути, как ни относись к происходящему. Война истощает российское государство. При этом мы, люди, будучи все адекватными, нормальными, разумеется, не способны наслаждаться военными действиями в войну. И каждый из нас, я убеждена, хотел бы прекращения боевых действий. Они проиграли и видят выход из ситуации через самоликвидацию. Можно лишь застрелиться. Мы не можем на это пойти. Не можем, потому что было бессмысленно тогда начало спецоперации. Мы таким образом предаем и себя, и свою страну. На самом деле, согласитесь, неплохое предложение поступило от гражданки Скобеевой. Нам сказали, идите лесом. Ну мы пошли. Ну мы идем до сих пор. Лавров пригрозил Украине, внимание, армии РФ, если она продолжит сопротивляться демилитаризации и деноцификации. Грустный конь заявил, что условия Кремля лучше выполнить по добру, по здорову. В противном случае вопрос якобы решит российская армия. Та самая хваленая вторая армия мира, мастерица жестов доброй воли и перегруппировок, которая сейчас костей не соберет под украинским бахмутом? Или Лавров собирается призвать стотысячную российскую армию из загробного мира? Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем дать приказ прекратить сопротивление. Видно, что ВСУ граждане Херсона, это уже наши граждане, встречают прям вот радостно. Так они еще к тому же там просто нас ненавидят люто. Так нет, но то, что они нас уже ненавидят люто уже, и причем достаточно долго, это факт. То, что они нас люто ненавидят, это уже фактор, который имел значение раньше, но благодаря изумительной деятельности нашего МИДа, нашего правительства, да и президента, чего уж там говорить, это уже все, это уже неизбежно. Уровень... Она не замайданит и не замерзнет, потому что тылом Украины является вся Европа. Сейчас они им отстроят систему ПВО и ПРО, работа над этим идет, и наши ракеты вообще перестанут что-либо поражать. Противник нас ненавидит, это факт. И будет ненавидеть, пока мы непобедимы и не попытаемся промыть им мозги. И в кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. А вся это больше, чем Луганск и Донецк. Гораздо. Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? Для многих людей не то, что ипотека, они досрочно закроют ипотеку, если они поступят по контракту, потому что оплата более чем достойная, и все, кто пойдут, те узнают. Возможность доказать, что ты мужчина, что ты русский мужик, тебе дал президент такой шанс пойти и доказать это. Кто мешал или что мешало проявить свои мужские качества до выступления президентом? Знаете, тема серьезная, я не хотел бы сегодня шутить, но вот эпоха айфонно-соевых куколдов проходит. Хороший русский это мертвый русский, а любой другой русский это плохой русский. Если ты сейчас находишься в России и не понимаешь, что происходит, все очень просто. Путин проиграл войну в Украине и сейчас собирается лично тебя отправить туда напоследок как пушечное мясо. В общем-то, выбор за тобой. Мне думается, что у каждого поколения, может быть, не только 41-й год, но у каждого поколения нашего должна быть обязательно и победа в 45-м. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! Если мы, Жень, говорим про 300 тысяч мобилизованных, то как выглядит украинская армия, какому количеству украинских солдат мы сейчас противостоим? Сколько их там? Миллион? Полтора? А также американский генерал Петреус говорит, что после Харьковского контрнаступления выдохлась украинская армия. Исходим из того, что ворот пытаются нас расслабить. Все, теперь не так позорно. Это ж профессиональные натовские военные. Несколько миллионов. Война? Конечно, война. Война против НАТО. Поляки? Американцы? Существенное количество. Канадцы? США и Европа добиваются нашего исключения совбезу ООН. В новом американском бюджете Россия официально обозначена как угроза и прописаны нормы, в том числе для разграбления замороженных финансовых активов. Так что перелом скоро. Он будет. Обязательно. Только не надо его торопить. Субтитры создавал DimaTorzok